Друзья, приветствую вас, вы смотрите канал Политека, благодарим вас за то, что вы вместе с нами сегодня, за то, что смотрите, поддерживаете, не забывайте также этому видео поставить ваш лайк, подписаться на наш канал, если это еще не сделали, и напишите вопрос или же комментарий под этим видео. Сегодня с нами на связи Сергей Гайдай, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Пользуясь случаем, помню, у Сергея есть телеграм-канал, друзья, не забывайте также подпишитесь, будете в курсе всех событий, ну и, конечно же, будете получать экспертное мнение от Сергея Гайдая. Все правильно сказал? Нет, нет, нет у меня телеграм-канала, есть у меня профиль, и, скорее всего, больше особо ничего нету, вот только есть еще эфиры на Политеке. Вот так вот. Но, в любом случае, друзья, значит, подписывайтесь на наш канал и будете в курсе всех событий вместе с нашим уважаемым экспертом. Сергей, начнем мы с заявления Анны Майер, я напомню, это заместитель министра обороны Украины, она в своем телеграм-канале сообщила, что вооруженные силы Украины и другие украинские подразделения под Бахмутом Донецкой области перешли из обороны в наступление. Сразу поднялся буч, начали комментировать, говорить, ага, вот это и есть он, большое наступление, о котором все так говорили и все так ждали. Что вы думаете по этому поводу, могло ли быть так, скажем, анонсировано и так уже громко заявлено то наступление, о котором так говорилось? Ну, давайте еще раз. Точно я не являюсь инсайдером генерального штаба нашего. И из всех сообщений и то, что размещала Анна Майер, мне очень нравится ролик, где многие-многие представители разных вооруженных сил, солдаты, на экране делают вот так. Не комментировать, давайте дождемся результатов, потому что, как любой украинец, я переживаю за наших военных, прекрасно понимаю, что наступление, прорыв фронта, дело невероятно нелегкое, дело невероятно опасное, может всякое случиться. А противник наш отнюдь не слаб, отнюдь не так дезорганизован, как бы нам хотелось, как порой создаются впечатления по той информации, которая попадает в наши СМИ. Я всегда интересуюсь, что сообщают обе стороны, хотя, безусловно, я просто страстно жду и надеюсь того момента, когда Украина будет освобождена от оккупантов. И мне бы очень хотелось, чтобы без жертв с нашей стороны максимально враг был разбит, хотя без жертв никакая война не происходит. И очевидное наступление нам будет стоить потери жизни наших бойцов. Поэтому, безусловно, что я думаю по этому поводу? Я держу кулаки, молчу и жду, когда будут какие-то результаты. Если Анна Малер, все-таки это официальный источник, уже сообщила о том, что мы пришли наступление, остается надеяться на то, что, скажем так, оно будет результативным, эффективным. И по поводу этого ничего другого не могу сказать. Единственное, о чем мы можем с вами размышлять, как диванные стратегии, находящиеся вдалеке от фронта, я могу вспомнить весь тот период, когда мы позволяли себе рассуждать, а на каком направлении? С какой, скажем так, вероятностью это начнется? И я говорил, что направлений пять. Повторюсь для вас, да. Три из них наиболее очевидны. Это украинский фронт, который, есть Луганская его часть, есть Донецкая часть, это там, где сейчас Бахмут находится, есть Запорожская часть, это юг. Но я еще пять добавлял, еще два добавлял. Это, конечно, Херсонская часть, это побережье, берег Днепра, левый. И это территория России, это наша граница с Россией. Я, когда впервые в этом говорил, еще никаких активностей там не было. И когда я это обсуждал с Евгением Киселевым в эфире, я говорил, ну, из чего бы я исходил? Так случилось, что у меня попались данные плотности нахождения российских солдат на линии, скажем так, на фронте с их стороны. И вот Луганское направление наиболее плотное в своей обороне, там почти до 300 солдат российских доходит на километр фронта. Донецкое направление, как ни странно, меньше плотности, чем Луганское, но тоже там прилично, 270, что-то там. Видно из-за продолжительности, Запорожский фронт имеет всего 120 солдат. А самое ненасыщенное направление это левый берег Днепра, там всего 25 солдат на километр. Ну и ноль солдат, почти отсутствие на границе. Я говорил, что перспективно наступать, конечно, на Брянск. Это даст очень много всяких перспектив. Есть противопоказания, русские поднимут авиацию, надо думать о серьезном прикрытии ПВО. Как раз после этого была сбита авиагруппа, и я понимал, что технически наши воины могут сбивать самолеты, штурмовики и истребители даже над Брянщиной, прикрывая возможное наше наступление на Брянск, на Белгород. Вот. Но также есть форсирование Днепра и выход сразу к Крымскому перешейку. Что на самом деле без больших затрат и неожиданно перекрывает тот самый сухопутный коридор в Крым. Вот если кто-то карту представляет, это как раз где Олежки, Тендровская коса и все. Что произошло с того периода, до данного момента? Боевые действия на Брянщине, на Белгородщине начались. Начались гениально. Это не украинские войска, это прокси-силы. Это дает ответ на то, что убирает недовольство наших союзников, которые нам говорят, что воюйте только на своей территории, если хотите рассчитывать на поставки оружия. И тут у нас есть железный аргумент, который мы выучили с 2014 года. Нас там нет. Это не мы. Откуда оружие? Из военторга. Нас русские этому научили. Вот. И более того, что я сегодня еще раз отметил, я наконец залез в русские паблики, российские паблики, посмотреть, что собой представляет Шебекино. Это не маленькое село. Шебекино это по размерам и по значимости почти Бахмут. Это большой промышленный город, серьезный районный центр. Ну, такой Бахмут. То есть тогда, когда россияне берут и сносят Бахмут, у них Шебекино никто не защищает в итоге. Вот. И силами всего одного батальона там устраивается война, потому что, ну, русский добровольческий корпус пока это не больше батальона. Вот. К сожалению, да, была активность наших разведгрупп на левом берегу Днепра в районе Олешек. Вот. И я тоже думал, может быть, и там действительно очень быстро наведут переправы и будет рейд вглубь войск. Но после того, что случилось вчера, если не ошибаюсь, на Каховской дамбе, даже это не дамба, это плотина. На Каховской плотине, на Каховской ГЭС, очевидно, с этим надо, с нашими действиями на левом берегу Днепра надо повименить. Хотя, казалось бы, русские, ну, самое главное, я, безусловно, абсолютно уверен в том, что виновны в разрушении, в прорыве дамбы русские оккупанты, иначе просто там быть не может. Но они смыли и свои укрепления. С другой стороны, что они, конечно, расширили русло Днепра, как минимум на три недели. И создали огромную болотистую местность. Вот. Поэтому неизвестно, что там будет. Теперь, что касается наступления на Бахмут. Я говорил, что наступление в районе Бахмута имеет свою логику. Особенно оно появилось после вывода оттуда вагнеровцев. Войска, которые выдохлись в наступлении, обычно плохо воюют в обороне. Вот. Но давайте так, чтобы завершить эту тему, такого диванного стратега, который мало чего знает, и особо не стремится, если говорить, знать лучше пусть нам сообщает о результатах, я вам скажу следующее. Я предполагаю, что это еще не направление главного удара. Что сегодня российские войска заставят там сосредоточиться, а где будет нанесен следующий удар, и, возможно, не один, будем ожидать и смотреть по новостям от той же Ганны Мальки. Да, кстати, о Каховской ГЭС. Уже NBC написала, что США имеют разведанные, подтверждающие, что именно Россия взорвала Каховскую ГЭС. Администрация Байдена скоро может обнародовать эту информацию. Ну, остается вопрос, а что, кто-то сомневается или что? Но, а что в геополитическом контексте, на геополитическом уровне это даст? Какие последствия для российской стороны? Потому что пока, как вы сказали, действительно, это произошло еще вчера, но как-то сухо-скуда мы видим какую-то такую международную реализацию. Я объясню, почему такая проблема существует. Смотрите, сомнений в том, что если бы Россия не начала эту войну, если бы не было оккупации в России, если бы не шли боевые действия, мы бы сегодня имели абсолютно целую, нормальную, к сожалению, не работающую. Вы знаете, что ГЭС не работала. Ну, это просто было водохранилище и просто было, скажем так, скорее всего, она выполняла функцию, это важно сейчас, то, что я говорю, водорегуляции. Там спускали, поднимали, там регулировали уровень Днепра. Больше воды, поводок или дожди, или таяния снега спускали, контролировано. Ну и по-другому. Там она больше решала мельективные задачи. Если вы знаете, оттуда как раз в мирные времена и в украинский Крым поставлялась вода, и водохранилище Таховское эту роль и накопление этой воды играло, по-моему, значение как электростанция ГЭС давно не имела. Но при этом, кстати, сооружение считалось зданием, находящимся под памятник истории. Оно, условно говоря, под охраной было. Почему возникли сомнения, как это произошло? То есть, смотрите, сомнение, что ответственность несут оккупанты, было не зафиксировано нигде на видео в момент подрыва. Тот подрыв, который показывают иногда и наши, и российские паблики, это взрыв моста, который идет параллельно Дамбе, россиянами, тогда, когда завершалась Херсонская наступательная операция. Вот с самого момента подрыва ни русские не могут показать, ни я в наших пабликах не видел. Есть зафиксирован сам прорыв Дамбы, то есть прорыв воды, когда она пошла, и постепенно ее разрушение в ходе этого прорыва. Она стала разрушаться во многих местах, сейчас практически, считаете, ее нету, и восстановление она не поддержит. И это действительно огромная экологическая катастрофа. И вот пока этого снимка нету, как они подрывались, россияне утверждают, что мы ударили ракетами. Ну, ракетами Дамбу эту разрушить либо невозможно, либо колоссально сложно, плюс украинцам это незачем. Делать такую себе, скажем так, медвежью услугу. Потому что в итоге это наша территория, это наши люди, и если и предполагать, что мы планировали форсировать Днепр, то это как раз делает это форсирование практически невозможным. Поэтому версии пока две, и будем ждать, какая подтвердится. Либо русские действительно по глупости подорвали ее. Почему по глупости? Потому что вред, который эта катастрофа наносит, наносит не только украинцам, но и русским, потому что смыло их укрепление. Понятно, что единственная военная причина это сделать, это если вдруг действительно в российском генштабе у Герасимова были стопроцентные данные, что вот-вот украинцы начнут форсировать Днепр и скопили там серьезные силы, имеют средства и силы для серьезной операции по удару, которым я вам рассказывал, к выходу к крымскому перешейку. И тогда они жертвуют всем. И водой в Крым, которая, скорее всего, сейчас прекратится, просто физически обмелеет, Крымский канал не сможет забирать, потому что обмелеет водохранилище Каховское. И жертвуя своими там укреплениями, они это сделали, подорвали. Потому что, смотри, заминировать могли только они, украинцев такой возможности не были. Мы дамбу не... Мы плотину не контролировали. Как раз подрыв моста был с нашей стороны, наши войска туда зайти не могли. Второй вариант, это преступная эксплуатация дамбы. Я еще раз сказал, дамба эта работала на регуляцию уровня воды. Регулируется уровень воды передвижкой кранов. Там ходят по ней такие краны, которые поднимают и опускают, скажем так, задвижки. С момента, когда россияне отошли, ни разу ни единого действия по регуляции воды произведено не было. И при этом дамба была поддерждена в ходе боев. Потому что все-таки подрывы мостов, которые там россияне осуществляли, они, в общем-то, дамбе были не на пользу. А мы знаем, что уровень воды за последние дни очень сильно поднялся, шли дожди. И, в принципе, их преступная, скажем так, деятельность на этой дамбе и контроль привели к тому, что дамбу мог разрушить водный поток, нанеся такой вред. Но еще раз говорю, чтобы не выявило расследование, подорвали они это специально или благодаря халатной, абсолютно наплевательской на жизни людей и на все остальное халатности, вина однозначно на стороне оккупантов. Вот будем ждать, что скажут американцы, например, что я базируюсь на данных спутниковой разведки. В сети уже есть много кадров, и там пока по ним видно, что разрушение было постепенным. За день, за два прорыв от ВД увеличивался, часть дамбы уже сносилась. Россияне иногда никак не реагировали никаким образом. Пока нет кадров самого подрыва. Вот когда мы увидим кадры подрыва, тогда однозначно это будет россияне, потому что подорвать могли только они. Да, мы ждем, что скажут США, какие будут доказательства, но при этом интересна еще позиция пока реакции мира на эту ситуацию. К примеру, когда у Байдена спросили, как он оценивает, он сказал, что мы Украине поможем. То есть не было какого-то такого возмущения о том, что Авдопутин будет наказан. То есть это все перевелось в контексте Украины. А вот как раз очень показательно, как говорят, хитромудрый Израиль, который до сих пор он так пытался проскочить между струйками, он прямо обвинил Кремль. МИД Израиля обвинил РФ в уничтожении Каховской ГЭС. По нашим оценкам, именно Россия взорвала плотину, заявил министр иностранных дел страны Эли Коин. А если уж Израиль об этом говорит, то можно сказать, что СВО, так называемое, быстро движется к провальному финалу. Я вам так скажу. У израильтян довольно раз... Историческая память. Серьезно. В принципе, вся эта страна, благодаря их исторической памяти, создана как целяционное явление. И одна из серьезнейших проблем Израиля это водоснабжение. У них регулярно... Ну, в этой стране не хватает водных ресурсов. Течет река, если я не ошибаюсь, она называется Ирихон. Которые постоянно пытались перегородить, переконтролировать, не пустить в воду их враги со стороны Сирии и Ливана. И они прекрасно понимают, что такое вода для жизни человека. И что такое, когда какая-то страна совершает подобные теракты, это преступление против человечности, которое должно быть осуждено не просто там, за какую-то халатность или как техногенная катастрофа, это элемент геноцида. Еще иногда говорят слово экоцид, да, то есть через создание таких вот экологических катастроф. Потому что сегодня на Херсонщине экологическая катастрофа. люди лишаются, ну, я не говорю про гибель животных, которая массово, безусловно, там, но есть очевидная гибель людей с двух берегов, необходимость эвакуации, и потом еще будут большие последствия. Потому что уже экологи дают свою оценку. Например, высохшее русло, высохшее Каховское водохранилище, которому экологи, в принципе, в мирное время имели претензии к этому водохранилищу. Это огромные массы ила с осадками из промышленных отходов, которые сейчас высохнут, пылевые бури. Это все очень плохо для экологии Украины. Я уже не говорю за иливание берегов вниз по течению, ниже плотины. Все это очень и очень выставляет российский режим как режим античеловечный, режим, который не несет на самом деле мира и благополучия, как они себя представляют, никого освобождения, несет бедствия, смерти и катастрофы. Сергей, вы вспомнили о ситуации в Шебекино. И очень интересно, в любом случае продолжается этот экшен между Пригожиным и Минобороны Российской Федерации. И вот из последнего он, Пригожиным имею в виду, выложил в сеть якобы письма от жителей Шебекино, в которых те якобы жалуются на армию и просят вагнерцев их спасти. Я в этом вижу две ситуации. Во-первых, это для Пригожина шанс свалить по-быстренькому перед большим контрнаступлением, для того, чтобы его просто не ликвидировали. Ну и второе, чтобы хоть коим образом понемножку собирать политические баллы в Российской Федерации. Вы знаете, Пригожин — это личность с точки зрения истории, в которой мы находимся, невероятно интересная. Он, безусловно, авантюрист высшего ранга. И этот авантюрист очень непрост. Я думаю, что сейчас уже очевидно следующее. Он лучше, чем кто-нибудь в России, понимает, что Россия глобально проиграла эту войну. И Россию ждет большие времена перемен. И что режим Путина в будущей России не удержится. Будет большое крушение. Он предполагает вплоть до развала этой страны. И сегодня он серьезно думает, как авантюрист, который сидел с криминальным прошлым, человек, который медийный, человек, который создавал фабрику троллей, и хорошо понимает, как работает медиапространство. Человек, который создал, скажем так, ну, по меркам гражданской войны, это банда. Ну вот, как были банды, возникали разных атаманов, разных батек и народной армии во время гражданской войны. Вот эта современная банда, которая называется Челока Вагнер, это серьезная сила, которая в его руках. Он переплюнул даже господина Кадырова. Вот. И шейха Кадырова, я бы сказал так. И он сейчас серьезно формирует для себя пространство своего будущего после режима Путина и после развала, или, скажем так, после смуты в России. И делает это пока весьма успешно. Хотя игра, это для него, безусловно, опасная. Вариант, что он в ней выживет, физически его не ликвидирует, он не будет убит. Любой стороной. Кадыровцами, ФСБшниками. Погибнет от рук солдат ВСУ. Очень мала. Это очень рискованная игра. Но ставки очень высокие. Он себя видит одним из будущих правителей этой территории, которая образуется после того, как Россия пройдет эту смуту. Он это прекрасно понимает и чувствует. И делает все для того, чтобы вооруженные люди, его личная армия, преданная ему, осталась при нем, а не погибла где-то на фронте. То ли расстрелянная от заград отрядами Министерства обороны России, то ли уничтоженная украинскими военными. Поэтому он сделал все, прекрасно понимая, что если дальше будет он в Бахмуте, он будет обвинен во всем, да и просто потеряет основной костяк. Потому что тратил основной костяк своей боевой организации. Тратил-то он там кого? Заключенных, как мясо. Думаю, бойцов, преданных ему, хорошо обученных, умеющих воевать, которых не так много. Он попытался сберечь для себя лично, для собственной охраны и для собственного будущего, как военную силу. Сейчас он пользуется тем, что происходит в Белгородской области, потому что он прекрасно понимает, куда бьет, скажем так, бьет Украина. Она бьет в незащищенные части, показывая российскому народу о том, что пока вас посылают умирать за непонятно что в Украину, ваша родина остается незащищенной. И он пытается занять нишу такого защитника. Человека, который готов договариваться при обмене пленных, выдвигать факторы на защиту российских уже рубежей. Это другая история. Это уже не военная спецоперация, это не преступная имперская война на чужой территории, это защита собственной родины. Это во время войны, которую преступно развязал кремлевский режим, который, по-моему, уже разобрался в сущности Пригожина и его давно списал. Он давно там в расстрельном списке. И списке на ликвидацию. Но он пытается выжить. И действует соответствующим образом. Сохраняя себе жизнь. Создавая себе перспективы на будущее. Ну вот, кстати, по поводу списков и, как вы сказали, пушечного мяса. Одна из последних информаций, что Пригожин попросил у Путина 200 тысяч солдат, чтобы остановить украинское наступление. Он предрек потерю России и части захваченных территорий в ходе контрнаступления Украины и попросил выделить ему 200 тысяч солдат, чтобы этого не допустить. И призвал президента Владимира Путина объявить всеобщую мобилизацию, чтобы набрать бойцов для противодействия ВСУ. При этом он отметил, что их подготовка взмет минимум три месяца. Иначе это будет просто пушечное мясо. Но тут получается два таких хода. Первый, он закидывает историю против Шойгу, что те не смогли, а дайте мне 200 тысяч, да я смогу защитить. И второй, это закид к Путину, поскольку он же понимает, что Путин на это не пойдет, скорее всего, на такое оглашение всеобщей большой мобилизации, поскольку это будет тоже самоубийством сейчас для Путина, поскольку люди не пойдут. И я уверен, что Пригожин разбирается в ситуации лучше нас с вами. Конечно. Потому что они понаслышке знают, как обстоят дела на фронте. И что собой представляет украинская армия, что собой представляет российская армия, какая там обстановка, какое там ресурсное снабжение. Что он делает? Он делает следующий ход. Да, вы правы, он показывает абсолютную неэффективность как самого Путина, так и его военачальников. Заранее предрекая, что они проиграют войну, а если бы власть была отдана ему, руководством, он бы войну не проиграл. Таким образом, он сразу создает в виде себя родного альтернативу нынешнему кремлевскому режиму. И более того, знаю, что он набирает популярность среди глубинного русского народа. Это первое. Второе. Представим себе, что Путин таки решается назначить его главнокомандующим. Это прецедент был бы невероятный. Невоенный. Бывший повар. Криминальное прошлое. Вдруг становится, не знаю, каким-то главным военачальником русских. Вот. Даже, ну, понятно, что Пригожин ситуацию на фронте не изменит. Он же страхуется, говорит, три месяца понадобится подготовить войска. Но за эти три месяца, извините меня, уже российская армия просто может быть в Украине разбита. Вот. И у него есть железное оправдание. Но если это произойдет, мы должны понимать, это означает, что Путин просто передал ему власть. Главным человеком России в этой ситуации. А Путин никогда этого не сделает. Поэтому он прекрасно знает, что никто ему не отдаст, но зафиксировать то, что он мог бы спасти Россию, но в проигрышной войне не виноват. Он делает без проигрышной ходы. Он игрок такой, Остап Бендер. Комбинатор. Помните? Великий комбинатор Пригожин. Ну да. Но игра очень опасная. Вероятность того, что его просто ликвидируют, где-то будет взорван в машине ФСБшниками или попадется кадыровцам. Хотя, честно говоря, в чем он прав? Что если сравнивать боевой опыт вагнеровцев и кадыровцев, то, скорее всего, ликвидированы будут кадыровцы. Потому что, серьезно, кадыровцы на фронте не воевали, а вот вагнер, скажем так, это одно из наиболее боеспособных подразделений. Хотя, опять же, я в военных способностях Пригожина сильно сомневаюсь. Потому что все, чего достиг вагнер, это положил тысячи заключенных в пушечных, скажем так, атаках, в атаках пушечного мяса на наши позиции. И по своей эффективности это никак не превышает того, что делали другие кадровые части русских. Это первое. Что воевать он умеет не умением, а числом. И успехи, которые вагнер показал, минимальные. Связаны с тем, что в какой-то период ему давали ресурсов в десятки разы больше, чем всей остальной армии. Что касается боекомплекта, когда перестали давать, когда это прекратилось, он стал идти на конфликт и возмущаться. Ну, плюс ему позволили использовать заключенных. Потом перестали. И сразу все боевые успехи вагнера закончились. Сергей, еще кратко. Диссонансы, скажем так, Пескова. Он недавно сказал, что у объявленной Путиным СВО нет альтернативы. В интервью каналу «Россия» чиновник заявил, что россиянам не стоит ожидать скорого окончания боевых действий. После этого, Песков же, президент Путин был и есть, и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем СВО. Если это будет возможно, это будет предпочтительно, сказал спикер Кремля, Дмитрий Песков. То есть, в первом варианте говорит, что альтернативы нет, во втором, что как в варианте допускаем. И тут появляется информация, что посланник Папы Римского по урегулированию в Украине, кардинал Матео Дзупи, получил согласие Кремля на визит в Москву. Пока точно дата еще неизвестна, но визит состоится. Это связано между собой, или это вообще разные вещи, но как бы в контексте просто войны это все происходит? Ну, я вам не могу сказать, связано или не связано, а я бы на вашем месте серьезно не уделал внимания тому, как политика, флюгерная политика, флюгерные заявления разных деятелей российских медиа и политикума меняют направление. Вы что, за эти полтора года не видели, как риторика того, что мы слышим от российского руководства и от российских пропагандистов меняется на противоположное? То они войну уже выиграли, то у них уже украинских войск не существует, договариваться не с кем, надо говорить с НАТО, надо выходить на границы с Польшей и даже не останавливаться, до АИС, спасайте Россию от развала, все НАТО против нас объединилось, дай бог, условно говоря, удержать те территории, которые у нас есть. Поэтому это будет меняться у них еще много-много раз, в зависимости от того, что будет происходить на фронте. Да, это значит, леопарды Канашенкова только чего стоят. Совершенно верно. Да. жалко, мне очень жалко, на самом деле, украинские джандиры, что это хорошая техника мирового качества, которая помогла наслаждать урожай. Вот это видео даже не современное, это, по-моему, год назад происходило, когда россияне расстреляли там какие-то комбайны, сегодня это выдано за... Сегодня эти джандиры, я так понимаю, это американская техника, да, выдана за немецкие танки. Да, к сожалению. Ну и поэтому я понял вашу позицию про Люгера-Пескова, назовем его так. Это единственное, посмотрите, как Искобеева и все остальные деятели меняют свою риторику. Да, минус. Война не война, то теперь это война народная, то у них украинцы, скажем, уже не существует, то теперь это одна из самых серьезной армии мира, которая помогает весь мир и победить будет несложно, то мы не объявим мобилизацию, то давай мобилизацию, то там срочников нету, а теперь давайте все под ружье. Ну, то есть это регулярные признаки государства, которое не выполняет договоры, государство, которое как информационную политику во главе ставит тотальную ложь и обман, и это государство, которое попало в ловушку, и ей из этой ловушки выбраться все труднее и труднее. Это, кстати, не знаю, видели эту новость, ну, не новость, сравнение, интересные метаморфозы немецкого издания Bild, они сначала написали о том, что россияне взорвали огромную дамбу в Украине, проходит время и перерисовали, и написали огромная дамба взорвалась в Украине. Ну, это так просто, к слову о Скобееву, о пропаганде, о средствах массовой информации, это все быстро меняется. Сергей, напоследок, кратко еще спрошу о ситуации в Беларуси, российско-белорусские отношения. Николай Патрушев, говорят, снова в Минске, и последний раз он был, по информации еще на прошлой неделе, формально Патрушев будет участвовать в заседании комитета секретарей совбеза ОДКБ, но многие источники говорят, что вот как раз Патрушев поехал обсуждать широкий спектр вопросов, в том числе и СВО, так называемое, но при этом и возможный транзит власти. Насколько, по вашему мнению, такие разговоры, они могут соответствовать действительности? Ну, признаюсь честно, я не могу выступать тут экспертом, сандером, я пока про это мало что знаю, понимаю. Вы разговариваете с политтехнологом, да, понятно, что на стране войны, выборы не идут, мне бы легче было рассуждать о наших выборах, о проблемах нашей власти, о наших политических процессах, потому что именно в этом-то и заключается моя профессия. А так, я обычный гражданин, который все, что может делать, это волонтерить, помогать бойцам и знакомым, которые на фронте, и держать кулаки за нашу победу. И это, я думаю, очень многое стоит, и дай бог, чтобы еще каждый это делал. Сергей, я благодарен вам за участие в этой программе, ну и, конечно же, за вашу позицию, за вашу аналитику, за разъяснение тех вопросов, тех тем, которые были на повестке в нашем общении. Вам желаю хорошего дня, до новых встреч на нашем канале, ну а зрителям еще раз напомню, Сергей Гайдай был с нами, друзья на связи, не забывайте, что у вас есть прекрасная возможность также поддержать этот канал вашим лайком, подписаться на наш канал и писать вопрос или же комментарий под этим видео. Берегите себя, до новых встреч, Сергей, вам спасибо, и также до новых встреч на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok